Ну, любовь не только была, она остается, это, что называется, вещь-то, константа такая своего рода. Друзья, телерадиоканал Страна ФМ вместе с вами. Всем еще раз доброго дня. 16.11 в Москве прямо сейчас. Меня зовут Влад Кутузов. Ну и дождались мы нашего сегодняшнего гостя. Добрый день. Вам я, друзья, напомню, кто у нас в гостях сегодня. Владимир Михайлович Алпатов, доктор филологических наук, профессор, член, корреспондент Российской Академии Наук. Я не ошибся нигде? Нет, все правильно. Добрый день. Будьте добры, чуть-чуть поближе к микрофончику. Да, вот отлично. Владимир Михайлович, мы сегодня хотели поговорить вот о чем. Не о русском языке в целом, потому что тема бесконечная, а конкретно о том, есть ли разница в том, как говорят о русском языке в частности, может, на других, на каких-то мужчин и женщин. В чем разница по подаче, по словарному набору и так далее и прочее? Ну, тут что надо учитывать? Чем различаются мужская и женская речь? Ну, ясно, что она различается своими физическими характеристиками. Все мы знаем, что женский голос выше мужского. И всегда мы на слух различим мужскую и женскую речь по высоте тона. Правда, тут, по-видимому, все-таки не только из-за высоты тона, есть и другие фонетические характеристики. Я всегда вспоминаю, был такой очень знаменитый британский писатель Вальтер Скотт, и у него в одном из романов говорится про старуху-колдунью. Ее голос был слишком низкий для женщины и слишком пронзительный для мужчины. То есть кроме высоты тона, которая у разных людей несколько разная, но все-таки обычно у женщин выше, но еще и особый тембр, что он назвал, по крайней мере, в русском переводе, пронзительностью. Но это нас сейчас интересовать не будет. Это физические характеристики, они заданы природой, а гораздо интереснее характеристики социальные, которые обусловлены воспитанием человека, жизнью в определенном обществе. И тут различия есть, но они очень сильно варьируют по языкам, потому что есть языки, где вообще мужчины и женщины говорят на разных языках. Но это бывает у таких народов довольно экзотических. Это есть и у нас где-нибудь там на крайнем северо-востоке Сибири, и в индейских языках такое. Но вот я знаю, что в Японии громадная разница просто. А я дальше скажу про Японию. Ну, в Японии все-таки, конечно, набор звуков один и тот же. Там не в этом различие. У многих народов есть всякие табу, запреты, связанные с семейной жизнью. Например, у тюркских народов женщина не должна называть имя мужа, не должна, по крайней мере, традиционно, сейчас, конечно, это уже часто нарушается традиционно, не называть имя мужа, не называть имя родственников со стороны мужа. А если там какое-то слово совпадает по звучанию с именем мужа, то надо как-то это значение передавать иначе. Ну, конечно, в русском языке этого нефты, насколько известно, никогда не было. Слушайте, а почему у них там прошло? Откуда вообще? Почему, с чем это связано? Конечно, причина социальная, понимаете? Иногда любят говорить, что это что-то извечное, что это обусловлено природой женщины, но если не говорить о том, что я сказал, о физических характеристиках, то это все-таки явление социальное. Вот немножко я отвлекусь пример из другой области. Владимир Михайлович, давайте мы сейчас прервемся ненадолго и чуть-чуть позже продолжим, хорошо? И дальше будет интересно. Друзья, напомню, у нас в гостях доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук Владимир Михайлович Алпатов. Мы скоро к вам обязательно вернемся. Ну, друзья, такой недолго была у нас пауза. И хорошо, мы вернулись вновь к вам. Напомню, сегодня на телерадиоканале «Страна.ФМ» здесь у нас в гостях доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук Владимир Михайлович Алпатов. не только в русском языке, а вообще в языках, в чем разница? Значит, что тут можно сказать? Ну, все-таки все это обусловлено социально, обусловлено воспитанием. Вот немного отвлекусь, пример косвенно с этим связанный. Как-то я вот выступал с таким же докладом на летней школе для учеников старших классов, пошел на речку, смотрю, там купаются, девочки визжат, мальчики нет. Почему? Ну, вот есть такая точка зрения, что вот там для женского организма визжание полезно, а там, а мальчики, они более мужественные и так далее. Думаешь, все-таки дело не в этом. Мальчиков от визжания отучивают. Если они там начнут визжать, им скажут, ты не девчонка. А для девочек смотрят, что это самое обычное. Но это, конечно, не значит, что все девочки визжат. Получается, в этой части это исключительно вопрос воспитания, наверное? Конечно, это воспитание, традиции, общение с разными людьми. Это очень все вещь такая, которая действительно меняется. Вот то, что я говорил, это, конечно, свойственно обществам, где социальная разница между мужчинами и женщинами очень большая. И, конечно, тут нельзя говорить, что это все прямо пропорционально, но, тем не менее, все-таки, конечно, тут есть очень четкая связь. Где проявляется то, как говорят мужчины, а то, как говорят женщины в русском языке. Тут нам не надо смешивать две вещи. Области, которые, так сказать, в жизни считаются мужскими, и области жизни, которые считаются женскими. Иногда эти вещи смешивают. И даже хорошие исследователи, вот одна моя очень хорошая знакомая, доктор наук, специалист по русскому языку, как-то пыталась найти в русском языке примеры слов, которые там свойственны или мужчинам и женщинам, и сказала, что все-таки мужчины чаще скажут слово «старлей». Ну, статистически так, наверное, и есть, но почему? И вот буквально я это прочел, и через несколько дней показывают какой-то, ну, такой среднего качества телевизионный детективный фильм, который начинается с того, что дочь объясняет матери, почему она разводится с мужем, и говорит, он неудачник, он все еще старлей, а я уже капитан. И ясно, что если женщина-капитана перед этим сама была старлеем, то она будет это слово употреблять так же, как и ее мужчины-сослуживцы. Значит, дело просто в том, что не то, что это свойственно женщинам, а просто в том, что мужчины чаще имеют дело с этим. Но если женщины имеют дело, они будут говорить то же самое. А вот вам пример действительного различия. Ну, вот такая бывает у людей печальная ситуация, что у них повреждены какие-то участки мозга, и они теряют словарный запас. Ну, сейчас это в науке, причем много делается как раз это у нас в стране, изучают эти речевые расстройства, и вот работа, где сказано вот такой-то испытуемый, который вообще оставил у себя в языке где-то два десятка слов. И других уже, другие слова у него исчезли. Ну, ясно, что какие слова сохраняются. Наиболее частые, наиболее привычные. Ну, которые употребляют все, и мужчины, и женщины, и дети. Да, и вот пол испытуемого не был указан. Среди двадцати где-то там слов называлось «ой, девочки». По-видимому, мы считаем, что это два слова, но для этого человеку уже, по-видимому, это слилось в одно слово. Ну, пол не указан, но совершенно ясно, что мужчина, конечно, может сказать «ой, девочки», но, скорее всего, в шутку. Или увидев напротив себя красивых созданий. Как выгодничать восхищение. Да, а для женщин это тоже, конечно, не для всякой женщины, но для большого количества женщин это такое самое обычное слово. Потом ему эмоции. Ясно, что опять-таки надо иметь в виду, что в таких языках, как русский, английский, французский, или даже японский, различия мужчин и женщин, конечно, имеют статистический характер. Там бывает определенный разброс. Но ясно, что там «ой, какой он миленький» и так далее. Бывают там целые слова, которые характерны именно для женщин определенной социальной среды. Вот, например, мне как-то попался один художественный рассказ, где там описывались институтки XIX века в Институте благородных девиц. У них там было довольно много своих собственных слов, которые употребляли только вот эти воспитаницы. Ясно, что для мужской речи все это не было свойственно. Это имеется в виду в России у нас здесь? В России, да. В России. Владимир Михайлович, давайте мы вновь прервемся ненадолго и скоро вернемся в эфир. Друзья, напомню, мы сегодня говорим о том, как говорят, собственно, мужчины, как говорят женщины, и в чем разница. У нас в гостях доктор филологических наук профессор Владимир Михайлович Албатов. Будьте здесь, пожалуйста. Друзья, добрый день еще раз всем, кто смотрит и слушает телерадиоканал «Страна.ФМ». Совершенно интереснейший и глубокий разговор у нас сегодня о том, как говорят мужчины, как говорят женщины, в чем разница в подаче вообще во всем абсолютно. У нас в гостях доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук Владимир Михайлович Албат. Владимир Михайлович, мы остановились на вот эксперименте, где звучала фраза «Ой девочки», фраза, которую мы с вами, если нас не вынудят, вряд ли произнесем когда-либо в жизни. Чем там все закончилось? Да нет, ничего не закончилось. Просто исследовался словарный запас больного человека. А у других испытуемых сохранялся мат. Он сохраняется очень устойчиво, но ясно, что он сохраняется за какими-нибудь, может быть, единичными исключениями у мужчин, поскольку у женщин или не приучают, или отучивают так говорить. Конечно, все мы можем услышать, но тем не менее, все-таки если визжать девочек не отучивают, то материться отучивают, даже если там в семье мужчины постоянно так говорят. Ясно, что в женской речи гораздо больше уменьшительно ласкательных всяких выражений и эмоций, но, безусловно, ясно, что в наше время постепенно это все-таки уменьшается, и часто мужскую и женскую речь трудно различить, если ее, конечно, не в произносимом виде, а если ее, скажем, записать. Попробуйте говорить. Или, скажем, как отличить автора письменного текста? Где это мужчина, а где это женщина? Правда, существует такой целый жанр женский роман, в чем авторами бывают и мужчины, но они там, соответственно, подражают тому, как говорят женщины. Но все-таки это еще у нас все-таки не так развито. А вот в Японии здесь действительно очень интересно, потому что, ну, в Японии, конечно, положение женщины и сейчас, а особенно до недавнего времени, да, где-то до 70-х, 80-х годов 20-го века, оно было действительно очень резко выражено подчиненным. У нас все-таки уже там в чем-то здесь влияние революции, в чем-то здесь влияние просто современного общества, поскольку началось это еще и, правда, очень медленно еще и в дореволюционное время, но сейчас, конечно, уже когда социальные роли мужчин и женщин, конечно, не уравнялись, но стали сближаться, то бывает всякое. Действительно, может быть, что, скажем, в разговоре женщина перебивает мужчину, определяет тему разговора, и особенно если женщина начальник, или там даже женщина не начальник, но вроде бы все равны, скажем, компании студентов, но кто-то бывает всегда неформальным лидером, это может быть и девушка, это может быть и юноша, так что это все очень сильно от этого всего зависит. Владимир Михайлович, а вот хотел спросить, что касаемо японского языка, да? Что в классическом случае, что женщина себе может позволить сказать, а что категорически нет? Ну, тут тоже, конечно, меняется со временем, потому что до XIX века, а Япония была такая страна, которая с XVII по XIX век была закрыта для иностранцев, они там исключительно жили сами по себе, только вот в XIX веке их американцы, а потом и европейцы заставили ее открыть, так вот в это время выходили даже специальные доставления и руководства, что вот так-то женщина может говорить, а так-то женщина не может говорить. Ну и в основном там, это было там и употребление слов, какие-то слова можно говорить, какие-то слова нельзя говорить, потому что в японском языке, особенно в то время, и частично это сохранилось сейчас, там много слов китайского происхождения Японии, испытало очень сильное влияние китайской культуры, и также, конечно, есть слова и свои японские. Так вот, китайские слова, это были слова такой культурной лексики, там научные термины, там канцелярские термины, и там военные, и так далее, и так далее. А такая повседневная жизнь там обычно обслуживалась исконно японскими словами. Так вот, китайские заимствования, они для мужчин считались вполне нормальными, а для женщин они не рекомендовались. А вот здесь речь идет о каких-то, ну, скажем так, грубых словах таких, жестких, лёгких очень, нет? Нет, просто слова, но в какой-то степени это можно сопоставить со старлеем, только вот если у нас старлеи бывают и женщины, то в Японии, конечно, такого быть не могло. И просто эта сфера считалась для женщины закрытой, она там не должна ничего знать. Как известно, известно, например, что у некоторых кавказских народов, когда выбирали жену, то считалось, что хорошая жена, ну, там не говорилось о том, что она должна была неграмотной, там все были неграмотные, но она не должна уметь отличать деньги от бумажек. Мужчина, конечно, должен. Но это, видимо, вышло из того, что женщина вообще не имела права распоряжаться бюджетом, деньгами и так далее. Да, в Японии, кстати, этого не было. И там грамотность среди женщин была даже вот в эпоху закрытой страны довольно высокой. Но, тем не менее, женщины должны были только жить в своей сфере. Например, ну, мы привыкли, что такой, в общем, престижный жанр – это художественная литература, и поэзия, и проза. Там Лев Толстой или Горький пользовались большим авторитетом. А в Японии был период, что вся художественная проза, в поэзии этого и не было, была женской, потому что считалось, что это очень низкий вид уже языка. Низкий вид языка, не я слышал? Низкий, да, это только вот для развлечений. А в Японии там еще сложная система письма, там заимствованы из Китая иероглифы. Более чем, да. Да, а потом на основе иероглифов выработались свои собственные азбуки. Так что японцы, поскольку там в японском языке значительно более сложная грамматика, чем в китайском, то сейчас в японском языке корни слов пишутся иероглифами, а окончания пишутся азбуками. Владимир Михайлович, вот на секундочку я сприву. Друзья, сегодня какое-то огромное количество совершенно новых, невообразимых вещей мы с вами узнаем. Продолжим их узнавать совсем скоро. Напомню, у нас в гостях сегодня доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук Владимир Михайлович Алпат. Впереди у нас небольшая пауза, и мы обязательно к вам вернемся. Друзья, еще раз доброго дня всем телерадиоканал Страна ФМ. Ну и напомню, сегодня мы продолжаем интереснейший разговор о том, что и самое главное, как говорят мужчины и женщины, в чем разница. У нас в гостях доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук Владимир Михайлович Алпат. Владимир Михайлович, возвращаемся в Японию, насколько я понял. Мы оттуда еще не уехали. Да, мы еще не уехали, значит. Так что вот художественная литература была женской, женщины не должны были пользоваться иероглифами, должны были писать только азбукой и, соответственно, вращались в кругу своих таких повседневных тем. Но в это время еще все-таки положение женщин даже было выше. Например, они действительно могли еще что-то писать и читать. А потом, когда там была эпоха господства самураев, то женщины уже вообще не извели до самого подчиненного положения. И считалось, что женщины должны быть видны, но не слышны. Женщина должна говорить только, если ее спрашивают. То есть писать ты можешь, но говорить нежелательно все-таки? Нет, но говорить, когда нужно. Муж там что-то спрашивает у жены, там что-то приготовила, вот тогда она отвечает. Мне кажется, многие из наших могут подумать, что это хорошее, такая правильная тактика. Ну, понимаете, у нас патриархальные представления о мужчинах и женщинах, конечно, очень сильны. И действительно, вот, я уже говорил, что и для русского языка это существует, что у женщин речь более эмоциональна, там, ну, больше уменьшительных и так далее, и так далее. У японцев это все еще в большей степени. И вот такой пример приводила одна японская писательница, рассказывая про свое детство. Она во время Второй мировой войны, там Токио бомбили, и семьи эвакуировали куда-нибудь в деревню, где не бомбили. И вот она, ей там было что-то лет пять или семь, а там говорили на диалекте, как совершенно непонятным для жителей Токио. И взрослые там не могли общаться друг с другом. А маленькие девочки прекрасно общались, потому что что они сделали? Они выучили местную диалектную интонацию и всякие восклицательные, эмоциональные возгласы. Так вот, и им хватало для того, чтобы они общались между собой. Они там не могли ничего назвать, ничего показать, но просто вот передать свои эмоции и там что-то там им передать, они все это прекрасно могли сделать. Владимир Михайлович, ну это было вот много лет назад, а если брать... А сейчас вот такой, например, был проведен в Японии эксперимент, что подобрали какую-то группу, в Японии еще, надо сказать, этим очень интенсивно, все это исследуют. И вот два я приведу примера современных уже, во всяком случае, 80-х годов, когда я вот писал книгу «Япония язык и общество» и там все это... Владимир Михайлович, чуть-чуть поближе сможет. Да, я писал книгу «Язык и общество» и там это... И все данные привел. Там, скажем, просили и мужчин, и женщин написать рассказ на заданную тему. И вот попросили описать про Золушку. Все там эту сказку знают, как и у нас. И мужчины передавали сюжет без эмоций. Женщины с передачей сюжета не справлялись. Они начали... Им было жалко Золушку, они начали ей сочувствовать, всякие там эмоциональные слова, сочувствие, потом, наоборот, радость от того, что она вышла за принца, а понять сюжет по тому, что они писали, было невозможно. И второе, несколько из другой области, но тоже с этим связанное. Я уже говорил, что у нас действительно, если, скажем, разговаривают между собой студент и студентка, то еще... Да, или муж и жена, то далеко не обязательно мужчины здесь будут командовать. Очень часто, скажем, наверное, в студенческой среде, по крайней мере, не реже командуют женщины. Да, мне кажется, не только студенческой, и в семье тоже бывает. В семье тоже. Где жены командуют, это очень хорошо. Я слишком это хорошо знаю. Вот. А вот брали пару состоящих студентов и студентов. И начали записывать, скрыто они не знали, что их записывают, их диалог. Причем люди незнакомые. Никаких личных отношений между ними не было. И оказалось, что абсолютно во всех парах командовал мужчина. Что ввел диалог, и это в Японии очень часто используют. Что-то в японских ток-шоу, и даже, скажем, в таком, казалось бы, уже далеком от всего этого жанре, как прогноз погоды, в интервью, там используют мужчины и женщины. Потому что, как происходит на японском телевидении, там, ну, постоянный штат, за редким исключением, там бывают, конечно, дикторы женщины и все такое, но нормально, постоянный штат телевидения, за небольшим исключением, это мужчины. А что такое женщины, по крайней мере, так было еще в 80-е годы. Это молодые девушки, которые там кончили учиться, но еще не вышли замуж. И вот там надо заработать им на приданное, и вот они там входят вот в такой непостоянный штат. Они там до замужества или до первого ребенка они там работают, потом уже работу бросают. И вот обычно там ток-шоу или интервью. У нас обычно интервью два человека. Тот, кто задает вопросы, и кто на них отвечает. Вот как мы с вами сейчас. Да, вот да. А там бы, наверное, еще сидела красивая девушка, часто в кимоно, и она бы периодически вставляла в диалог восклицание вроде того, ой, как интересно, да что вы, вот как, и всякое такое. То же самое в ток-шоу. Но не более того. Не более того. А она просто и не знает ничего, что ей сказать. Или даже в прогнозе погоды. Опять-таки, ведущий прогноза погоды, мужчины и девушка, которая там тоже прерывает. Слушайте, ну получается, что наши-то женщины и девушки гораздо свободнее и гораздо славоохотливее. Это прекрасно, мне кажется. Заразно. Владимир Михайлович, заканчивается время наше, буквально 20 секунд. Чек осталось у нас. Да. Я хочу сказать большое спасибо за то, что пришли. Тема бесконечная практически. Говорить об этом можно много. Вот. Друзья, напомню, что у нас в гостях сегодня был доктор филологических наук, профессор, член академика Российской академии наук Владимир Михайлович Алпатов. Еще раз большое спасибо вам, что пришли. Возможно, в ближайшем будущем еще раз услышимся, увидимся и продолжим нашу интереснейшую тему. С удовольствием. Спасибо, до свидания. До свидания.